У Речицы одной из центральных подеев свято стал молодежный флешмоб, который провели на головной площади города. Дети, дорослые, ветераны, с устрем свято собрались представители разных поколений. Тему протягнет Евгения Кухаронак. Программу святочного дня у Речицы распочал урочистый митинг «Поколения памятают». На жаль, не так много засталось у дельников военных подеев Великой Айчинной, однако память об героизме всех, кто смогался за независимость родимы, живет и будет жить. 3 липня 1944 года – день вызволения Минска от ворожих захопников. Речицы на той момент была свободной уже 7 месяцев. 18 листопада 1943, в 4 часа ранее, город был вызволен и на будинку Речицкого педагогического училища вывесили червоностях Советского Союза. В вечере того же дня в Москве прогучали 12 артиллерийских залпов. Это было первое салютование у гонор вызволения города на территории БССР. Тем временем многие урадженцы Речицы воевали в далечении от своей малой родимы. Освобождали три города-героя – Новороссийск, Керчь, Севастополь. И потом по горах, 4-й Украинский фронт нас перевели, как освободили Крым. И мы дошли до самой Праги. Я встретил День Победы в госпитале в Польше. Желаю всем крепкого здоровья и чтобы не было войны, чисто не было вам. Для меня День независимости – это праздник, который объединяет нас всех, как старшее поколение, так и нас, молодежь. Потому что у всех нас одна Родина, наша Беларусь. И также это День памяти о тех людях, благодаря которым мы сейчас можем жить под мирным небом. Молодежно-спортивный флешмоб протягнул святочную программу. Песни, танцы, показальные выступления юных спортсменов выканавцы один за одним радовали публику своими номерами. Из девять горожан и гостей Речицы вырешили выхованцы военно-патриотичного центра «СКИФ». Юники продемонстровали свои навыки на практице – оперативность, спрыт, трапность. И они – простонники поколения, якое сможет постоять не только за себе, а и за родный город и краину в уголе. Я и своим ученикам, и нашей стране хочу пожелать процветания и десантного здоровья всем. По завершении святочных мероприемств на Центральной площади Речичане отправились на Малеоничу и Набережную Днепра. Там разгорнулись гандлевые роды и забавляльные аттракционы для детей. Навод пахмурное надворье не псывало добрый настрой тем, кто стал часткой святкования Дня Незалежности нашей краины. 3 июля – это святой праздник для нас, потому что если бы тогда в свое время наши деды и прадеды не совершили подвиг, то сегодня бы и не было бы этого праздника. Иногда задаешься вопросом, а если бы действительно не было этого подвига, не было бы этой победы, что бы сейчас было? Мы бы сейчас не смогли спокойно учиться, работать.